Музыка 150 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет собрал этап краевых соревнований по карате. На татами вышли опытные и начинающие бойцы. Девятилетняя Саша Шишмарева в этом виде спорта третий год. Первый раз, когда я впервые выступила на ринге, то у меня было второе место. Я очень плакала, когда проиграла последний спарринг, но я все равно была рада второму месту. Если честно, это мое первое место, всегда я получала третье место только, и я очень рада. Карате развивает выносливость, и я тогда смогу постоять за себя. Я тогда смогу быть не хрупкой девчонкой, а просто очень сильной. Даже если заглянуть в историю, то на начальном этапе карате действительно представляла собой систему рукопашного боя, предназначавшуюся только для обороны. Сегодня карате приобрело большую известность благодаря показательным выступлениям, демонстрирующим тамысывари – разбивание твердых предметов незащищенными частями тела. Эту технику воспитанники секции карате показывают на многих мероприятиях. Выходя же на татами, юные спортсмены показывают свой уровень боевой техники. При этом каждый удар, нанесенный противнику, необходимо контролировать. С 2020 года карате официально станет олимпийским видом спорта. Карате – это, скажем так, боевой вид спорта. Одновременно, скажем, он отличается от других боевых единоборств наличием контроля техники. То есть изначально, почему нас включили в Олимпиаду, нет постулата травмировать человека. В голову нужно делать технику с полным контролем, в корпус нужно, можно жестче работать, но тоже контролируемая должна быть техника. То есть самое главное, скажем так, качество карате, которое, я считаю, нужно выделить – это умение контролировать свои эмоции, умение контролировать свою технику. В отличие, скажем, от других видов единоборств, где победа может присудиться за счет нокаута противнику в тех же смешанных единоборствах, можно выиграть, мы выиграть, причинив противнику травму. Или в боксе, вот как сейчас вы знаете, в боксе за последнее время очень много смертей на ринге происходит. У карате – это, как бы, позиция, которая недопустима. Эти спортсмены только набирают опыт и начинают выходить на краевой уровень. Мариана Токмазян в карате второй год. На этом турнире дебютировала в возрастной категории 12-13 лет и успешно. Два боя, две победы и заслуженное золото. Пока что я хочу заниматься ради своего же опыта, чтобы развиваться в спорте. Так что, ну, хотелось бы поучаствовать в краевых, чтобы набраться больше опыта. Но мне немножко страшно в краевых участвовать. Ну, если ты будешь просто тренироваться, то все равно опыта много не наберешься. Все равно надо соревноваться с людьми, у которых опыта больше тебя. Можно учиться только у людей, которые опытнее тебя и дольше занимаются. Потому что если ты будешь заниматься со слабыми соперниками, ты ничего не добьешься. О необходимости развития в карате и важности спаррингов с сильными соперниками говорит и Александр Кузнецов. Он в этом виде спорта уже пять лет и не раз участвовал в краевых соревнованиях. На этих краевых соревнованиях приезжают спортсмены из разных городов. Уровень повышает. В моей категории соперники очень сильные, но я стараюсь, чтобы попасть в сборную края и России, чтобы дать какие-то результаты хорошие. По результатам этих соревнований подростки с 12 лет получают свои первые спортивные разряды, а бойцы постарше их повышают и могут претендовать на место в сборной. На основании этих соревнований будет отбираться у нас городская сборная для участия в краевых соревнованиях. Ребята должны сначала отобраться на городских, потом на краевых соревнованиях, потом формируется сборная Краснодарского края для участия на первенствах России. Начиная с 12 лет у нас происходит здесь официальное присвоение всех разрядов и по итогам этих соревнований будет подсчитано количество боев у каждого, количество участников категории и каждому будут присвоены соответствующие разряды. В разных категориях разные дети. То есть в каких-то категориях у нас сильные спортсмены, которых мы уверены, что они на Краснодарском крае у нас займут лидирующие. В каких-то категориях новички, которые набираются только опыта. Поэтому конкретно я вам сказать не могу. Но каждое соревнование, каждый старт – это опыт для спортсмена, с которым с каждыми соревнованиями они делают шаг вперед. Поэтому на любые городские соревнования – это рост спортсмена вверх. У девочек полегче. Например, какие-то категории вообще пусто. То есть ты один и у тебя нет конкуренции. В категории, где мальчики легкие веса, там очень жесткая конкуренция. Там бывают по 3-4 спортсмена, которые лидеры. И вот у них такая красивая борьба. И поэтому тоже многое зависит от той категории, которой спортсмен. У нас сильная школа. Доживают единицу, но кто доживает, они и кто остается. Они сильнейшие. Соответственно, у кого что-то не получается, они бросают. Поэтому я говорю, уже возраст именно 14-15, это уже созревшие личности, которые знают, к чему идут. У них есть цель выиграть, победить. В состав сборной Краснодарского края входят спортсмены из Краснодара, Тимошевска и ряда других муниципалитетов. Но в основном это сочинцы. Причем подростки уже выходят на международный уровень. У нас вот непосредственно сейчас два спортсмена, которые находятся в Чили. На чемпионате будет чемпионат мира. Это уже два сформированных спортсмена. Это Гаспарян Эдуард и Роберт Авакимов. Это дети, которые отобрались сначала на крае, отобрались на России. И сейчас они представляют уже не тоже сборную края, а сборную России. Вот это наши лидеры. Стоит отметить, что и те спортсмены, которые уже не показывают результаты на татами, продолжают активно участвовать в соревнованиях. Но в качестве судей. Они тоже получают квалификации и сдают экзамены. Во-первых, они учатся. То есть это тоже необходимо. Во-вторых, они помогают организации наших местных соревнований. Третий момент. Есть дети, например, которые уже не хотят заниматься, но они еще работают в судействе. То есть они развиваются по судейству. Это тоже важно. Потому что на любые соревнования, которые мы едем, требуется обязательно... Если 10 человек, 1 судья, 20 человек, 2 суди, 33 суди. Сейчас мы едем на 45 мест автобус полный. То есть нам нам предоставить 4 судьи. Каждый тренер хочет сидеть на тумбочке, реализовываться как тренер. Соответственно, мы берем молодых наших спортсменов, в которых есть категория. Они у нас аттестовываются каждый год, проходят, получают категории. Кого вторая, кого третья. Некоторых юношеская категория. И они уже у нас как помощь в судействе. По итогам этих соревнований были определены победители в каждой возрастной категории. Всего их 5, от 8 до 17 лет. Спортсмены получили дипломы и медали. Следующий краевой турнир, по итогам которого будет сформирована сборная для участия на всероссийских соревнованиях, состоится 2 ноября. Он тоже пройдет в Сочи. Сочи. Сочи.